26 ноября Православная Церковь чтит память одного из своих великих сынов, святителя Иоанна Златоустого. Иоанн Златоустый входит в число трех великих святителей и учителей Церкви – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Для нашей Церкви его имя памятно еще тем, что он является одним из авторов нашей божественной литургии, литургии Иоанна Златоустого, которая служится почти каждый день, большее число дней церковного года. Святитель родился в 347 году в благочестивой семье. Он учился в Афинской школе вместе с Григорием Богословым и Юлианом-отступником, будущим византийским императором, гонителем христианства. Впоследствии святитель Иоанн Златоуст был другом Василия Великого и со-молитвником вместе с ним в его монастыре. В 396 году он был возведен на престол города Константинополя и стал архиепископом константинопольским. Его пламенные проповеди привлекали всех сограждан на богослужение, и за его замечательный стиль, замечательный язык он был назван златоустом, золотыми устами православия. Его замечательное толкование на священное писание, его замечательные нравственные проповеди и призывы, его замечательные богословские сочинения стали теми учебниками, по которым и века спустя все православные люди учатся православию и овладевают церковным преданием. Он был знаменитым борцом за чистоту православия. Он отвлекал своих сограждан от языческих праздников и торжеств. Он говорил о том, что посещение цирка, посещение бегов и ресталищ по воскресеньям несовместимо с божественной литургией и с тем молитвенным предстоянием пред Господом, который всякий христианин должен в этот день в своей жизни иметь. Также он не боялся выступать даже против императорской власти. И когда императрица Евдоксия, жена императора Византийского, воздвигла множество статуй в Константинополе, то Иоанн Златоуст не побоялся подвергнуть ее критике, не побоялся в своих проповедях осудить это языческое самовозвеличивание, это прославление самого себя в таких идольских формах языческих кумиров. Конечно, его смелое слово вызвало большое неприятие и со стороны императорской власти, и со стороны завистников от церковной какой-то общественности, которая хотела более пользоваться преимуществами священнослужения и епископства, чем самим жертвенно отдаваться на служение народу. Иоанн Златоуст был оклеветан, и несколько раз его пытались сместить с его престола, первосвятительского в Константинополе, и сослать в ссылку. Но даже когда в 404 году впервые его попытались выслать, наступило землетрясение, император был напуган этим землетрясением как знаком Божиим, и вернул святителя Иоанна Златоустова обратно на святительский престол города Константинополя. Но, видимо, он был настолько ненавистен и светской власти, и столько было среди даже и церковных его лже-братьев, ненавистников его доброй проповеди и высокой жизни, которая обличала их собственное нечестие, что, конечно, бесы воспользовались этим и старались всячески сместить, и в конце концов им это удалось. Святитель Иоанн Златоуст был сослан с Средиземного моря в далекую и тогда еще дикую Армению, в Каманы, где среди холодных гор, снегов и диких кочевников он продолжал писать письма, организовывать миссионерские экспедиции в окружающие земли и стараться распространять свет православия. Когда он умер в 1407 году, то его мощи впоследствии были вновь принесены в Константинополь, и римский император, византийский император просил прощения перед Иоанном Златоустом, и вновь уже в виде его останков, в виде его мощей, этот святитель зашел на свою святительскую кафедру, и с тех пор своими молитвами освящает не только место своего бывшего служения, но и всю православную церковь. Во всем мире на множество языков переведены его творения. Мы читаем книгу «Толкование на книгу бытия», мы читаем его нравственные проповеди, мы читаем много других его добрых и благочестивых изречений, и стиль Иоанна Златоуста стал золотым стилем церковной проповеди, до высоты утонченности и духовной глубины которого вряд ли могли подняться последующие его преемники. Митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф посетил храм во имя святителя и чудотворца Николая, расположенный в новом микрорайоне города Ульяновска. Этот храм владыка посещал дважды, но впервые возглавил в нем совершение божественной литургии. Митрополиту сослужил секретарь Симбирской епархии иеромонах Тихон Тихомиров, настоятель храма протеерей Павел Путилкин и клирики Симбирской епархии. В завершение литургии владыка Иосиф обратился к многочисленной пастве Никольского храма с архипастерским словом, в котором напомнил о покровителе этого святого храма святителя и чудотворца Николая, о его любви к спасу нашему Господу Иисусу Христу и его ревностном отношении к вере Христовой. Владыка отметил, что и мы в своей жизни должны также ревностно и с дерзновением защищать веру Христову, святую православную церковь перед ее недругами, как отстаивал ее святитель и чудотворец Николай на Первом Вселенском соборе в городе Никиев в 325 году и в течение всей своей праведной жизни. Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с праздником воскресного дня. Мы сегодня собрались вместе с вами, чтобы вознести молитву ко Господу в храме, посвященном святителю Христову и чудотворцу Николаю. Я уже дважды посещал этот храм, но впервые совершаю здесь богослужение, божественную литургию. Храм посвящен святителю Христову Николаю. Мы знаем житие святителя Николая, его труды и подвиги, его исповедничество, его твердую веру во Христа Спасителя. Мы знаем, что он присутствовал на Первом Вселенском соборе. И знаем, что произошло там, на этом соборе. Когда Александрийский пресвитер Арий, человек очень ученый по тому времени, отстаивал свою неправославную точку зрения и стал хулить Сына Божия, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, святитель Николай не выдержал этих хуленей и ударил Ария по щеке, заставив его замолчать. Вот эта ревность о Господе, ревность о славе Божией, святителя Христова Николая, для нас тоже является красноречивым примером того, как и мы с вами должны поступать. У нас сегодня в моду вошли такие слова, как толерантность, корректность, и мы готовы выслушивать любые мнения. Есть еще такое понятие о плюрализме. И мы готовы выслушивать любые мнения, в том числе и о вере Христовой, подчас благодушно кивая, как бы соглашаясь, как бы не желая вступать в некий конфликт, не желая показать себя человеком, твердо настроенным в отстаивании своих православных убеждений. Не такой пример нам подают святые отцы, не такой пример являет нам святитель Христов и чудотворец Николай. Вот если бы, допустим, кто-то стал обзывать самыми плохими словами нашу родную мать, разве бы мы не возмутились? Разве бы мы не сказали этому человеку, что да, может быть, она не совсем хорошая мать, но она моя мать, и для меня это самое дорогое, что я имею. Вот точно так же мы должны поступать и в отношении церкви православной. Да, в церковной жизни бывают настроения. А более того, дьявол пытается разобщить нас и увести от православной веры, клевеща на архипастора и патриарха, духовенство, на жизнь церкви, раздувая, что называется, из мухи слона, замалчивая о положительных, многих положительных сторонах жизни церкви, а показывая тень, мочи и неурядицы, которые бывают в жизни, в том числе и в жизни церковной. И вот этим дьявол смущает умы и уводит людей от веры во Христа, а значит, от вечного спасения. Ведь другого пути ко спасению мы не имеем. Нет его другого пути. Вот мы об этом должны сегодня помнить. Потому что и сегодня происходит великое смущение на церкви. Дьявол борется с Богом. А где поле битвы? Ну, как Достоевский сказал, в сердце человеческом. Поле битвы в нашей жизни. Если мы отбросим все наносное, все пришлое, все, что дьявол движет на нас, и останемся с церковью, с верой, с Богом, мы будем непоколебимы. И отечество наше будет непоколебимо. Потому что оно зиждется на духовном потенциале народа. Если вера народа будет крепкой, никто не может. Никакими способами поколебать в силу народа и в силу страны. А если удастся врагу внести разлад в умы, то это значит, этот разлад будет и в нашей конкретной жизни. Святые угодники Божии являют нам многие примеры твердости в вере. Мы очень часто совершаем память древних святых мучеников, которые когда-то во времена языческих гонений пострадали за Христа. Но вот если мы откроем жития святых, святителя Дмитрия, митрополита Ростовского, и будем читать эти жития, мы заметим одну интересную закономерность. Как мученики подвергались страданию. Языческие правители вызывали их на допрос. И спрашивали, кто вы? Христиане или нет? Они не отрекались, они не отказывались. Потому что отречение это путь в вечную гибель. И они твердо исповедовали, что они христиане. Что после этого наступало? Их не тотчас предавали различным страданиям, мучениям. Сначала уговаривали. Им предлагали различные блага. Почести, богатства, чины, должности, спокойную, мирную жизнь. И когда они отвергали это ради Христа, только тогда их предавали истязания и самой смерти. Пусть жизнь святых мучеников будет нам с вами напоминанием, братья и сестры, о том, что мы должны быть тверды в вере. Когда у нас бывает маленький выбор, когда нам обещают различные блага и говорят, ну ты поступи с чем-то в вере, малым, небольшим, таким незначительным, ну а за это мы получим какие-то определенные блага. Вот с этого и начинается падение. С этого и начинается гибель. Гибель вечная. Потому что это маленькое или большое все-таки отступление от веры, от Христа. Когда благодать Божия оставляет человека и перестает оживлять его, он становится мертв в духовном. Сила Божия уже перестает в нем действовать и укреплять, восполняя немощи человеческие. И такой человек он уже не способен ни на что. Он слаб и духовно и физически. Помните, братья и сестры, об этом. И великий пример ревности святителя Николая пусть воодушевляет и нас с вами. В вере быть твердым. С праздником поздравляю вас и призываю на вас небесное Божие благословение, покров причистой Божией Матери и молитвы великого угодника Христова и святителя и чудотворца Николая. Добрый день, дорогие друзья. Мы по-прежнему продолжаем отвечать на вопросы наших зрителей. Сегодня к нам пришел такой вопрос. Почему у людей с некоторыми именами бывает несколько именин в году? Что значит этот праздник именины? Правильно ли его называть Днем Ангела и как правильно отмечать этот день? Действительно, День Ангела или именины это очень важный день в жизни всякого православного христианина. При крещении каждый человек получает христианское имя, которое дается ему в честь имени одного из христианских святых. И вот так вот человек оказывается связанным своим именем с каким-то небесным покровителем, небесным заступником, который по этой причине проявляет к человеку особое внимание и особую заботу. Каждый человек, конечно, должен как можно с большей любовью, с большим вниманием, с большим стремлением пытаться наладить добрые, дружеские отношения со своим небесным покровителем. А как мы с ними общаемся? Только в молитве. Ежедневно каждый человек читает молитву своему небесному покровителю, обращается к нему за помощью и старается умолить его о том, чтобы небесный покровитель и сам способствовал и обращался к Богу в молитвах о его земных делах. Некоторые люди спрашивают почему у кого-то один день ангелов в году, а у кого-то два. Дело в том, что отдельные святые русской православной церкви имеют не по одному дню памяти, а по нескольку дней памяти в церковном годе. Например, известный святой святитель Николай Мерликийский имеет два дня церковного прославления. Это зимний праздник святителя Николая 22 декабря и весенний праздник святителя Николая 22 мая. Таким образом, у людей, которые крещены в день памяти святого Николая и в честь его, у них оказывается два дня ангела. Но кто-то говорит о том, что у православных людей бывают такие имена, что эти же имена имеют несколько святых. И это совершенно так. Например, у Дмитриев бывают небесные покровители Дмитрий Донской, святой благоверный князь, и, например, святой великомучник Дмитрий Солунский, память которую мы недавно в церкви праздновали. У Иванов может быть, например, Иоанн Златоуст святитель, или Иоанн Богослов апостол, или, например, святитель Иоанн Шанхайский, и также много-много святых, которые, являясь разными личностями, разными теперь уже духовными существами, имеют одно и то же имя, и, соответственно, разные дни памяти. Наверное, не может быть у человека одновременно несколько небесных покровителей, поэтому, если он имеет такое имя, то среди святых, носящих одно и то же имя, Иоанн, или, например, Мария, Дмитрий, Петр, и таких святых много, он выбирает кого-то одного, особо усердно ему молится, и в день его церковного поминовения отмечает свой день ангела. Понятно, что день ангела должен быть отмечен с не меньшей торжественностью, с не меньшей радостью, чем день рождения по плоти, потому что наше тело дано нам во временное пользование, и мы пользуемся нашим телом кто-то 70, кто-то 80. Самые бережливые пользуются им 90 или 100 лет, но все равно пользование телом ограничено, а дружба с небесным покровителем, она начинается с момента крещения, продолжается всю жизнь и не ограничивается временем жизни, а продолжается на всю оставшуюся вечность. Поэтому эту дружбу мы всячески укрепляем, стараемся возгреть в своей душе уважение и любовь к нашему небесному покровителю и привлечь внимание нашего небесного покровителя к нашей жизни, и тогда этот союз будет взаимно благотворным, возвышающимся и спасительным для нас. Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня нам задали очередной вопрос о том, ущемляет ли православная церковь права женщины, входящей в храм и требующей от нее ношения головного убора. Также поступил вопрос о том, может ли женщина стать священником и почему нельзя ходить с женщинами в алтарь. По первой части вопроса ответим на то, что есть четкое указание в священном писании о том, что женщина, молящаяся, должна быть с покрытой головой, а муж, мужчина, в храме, находящийся, без головного убора. Это не ущемляет ни в коем случае права женщины. Известно также, что в Греции во времена античности замужние женщины, приходя в храм, всегда были с покрытой головой, и это их отличало от тех незамужних женщин, которые приходили в храм. Но тоже женщины покрывали голову для того, чтобы не смущать и не вводить никого во искушение. В современном мире зачастую мы живем так, что нет возможности, да и порой кто-то не думает о том, что зайдет сегодня в храм. Но если мы зашли в храм, не надо бояться того, что нас оттуда выгонят. При входе в храм всегда висит платочек. Даже если платочка не найдется, все равно лучше зайти в храм и попросить у Господа то, с чем мы пришли. Это будет намного лучше, нежели мы просто пройдем мимо. Точно так же и касаемо брюк. Ведь брюки это по сути мужская одежда. Многие скажут, что зимой холодно, что ходить в них удобнее или еще что-то. Если мы целенаправленно идем в храм и человек воцерковленный, верующий, он всегда в храм придет в той одежде, которая предписывает то место, куда он собирается, в том числе и в храм. И вопросов у верующего человека не возникнет. Точно так же, если вы в храм зашли в брюках, то не стоит стесняться и пройти. Ничего страшного в этом нет. Но если мы будем помнить о том, что все-таки лучше ходить в храм в юбке и выглядеть действительно как женщина, многие будут нас видеть и брать с нас пример, в том числе и наши маленькие дети. Потому что дети потом задают вопрос, а почему мы одеваемся так, а не по-другому. Когда мы приходим в храм, мы действительно видим, что многие стоящие на литургии приходят и с головными уборами стоят, с покрытыми головами женщины, стоят в юбках, а не в брюках. Ведь точно так же мы можем сказать, что мы не идем на прием к врачу, например, в спортивном костюме. Потому что это будет по крайней мере неудобно ни нам, ни для врача. Известно точно так же, что многие задают вопрос, почему женщинам нельзя входить в алтарь. Во время совершения божественной литургии священник является прообразом самого спасителя, а алтарь является комнатой, где совершалась тайная веча. И среди апостолов не было женщин. Поэтому и церковь относится к этому точно так же. Есть, многие скажут, что с благословения митрополитов, правящих архиереев, монахини в глубоком возрасте могут заходить в алтарь. В этом нет ничего необычного. И люди, знающие это, относятся к этому с пониманием. Точно так же и нет женщин, которые принимают священничество сам. У женщин другой удел. Их удел это семья и дети, воспитание и образование детей. это более важное для женщины. И церковь оберегает женщину от эмоциональных перегрузок. Поэтому эти вопросы задают многие и находят один и тот же ответ. ответ. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова